дорогие друзья совсем недавно на нашем ручном канале вышел ролик по вязанию резинок шишкой и пришел тут же запрос от моих подписчиков по машинному вязанию как вывезать шишки на вязальной машине можно или нет вот эти шишки я вывязала на вязальной машине давайте рассмотрим как это сделать каретку переводим в положение частичного вязания я покажу на небольшом образце но понятно что можно сделать на любом я тут выполняю в виде шахматки шишки первая шишка у меня будет между минус 1 и плюс 1 иглой провязываем 1 ряд частичным вязанием берем петлю ловитель шишка мне нужна между минус 1 и плюс 1 между минус 1 и плюс 1 под две протяжки меж петель вводим петлю ловитель подхватываем нить и вытаскиваем ее на два ряда выполняем накид ныряем петлю ловителем сюда же вытягиваем третью петлю пятую и седьмую выравниваем провязываем их одной петлей провязанную петлю навешиваем на плюс 1 подтягиваем выдвигаем иглы в переднее положение каретку возвращаем провязываем оставшуюся часть ряда отключаем частичное вязание и провязываем ряд слева направо мы получили а вот такую красивую аккуратную шишку я вам больше скажу если мы перевернем вязание на лицевую сторону здесь будут также аккуратные красивые шишки эти шишки можно сделать более вытянутыми на изнаночную сторону либо более вытянутыми на лицевую сторону для того чтобы их вытянуть больше на лицевую сторону достаточно взять и потянуть шишку вперед теперь усложним задачу и выполним эти же шишки но на резинке 2 на 2 а я разобрала на том же образце иглы для провязывания резинки 2 на 2 установила рабочую плотность ну во первых я рекомендую вам вязать постоянно положение частичного вязания для того чтобы потом не запутаться и не исправлять ошибки провяжем например 6 рядов здесь нам нужна первая шишка первую петлю мы вообще можем взять и провязать руками можем при опустить нижнюю игольницу для удобства подтянуть к себе рабочую нить и выполнить то же самое действие первое третье 5 7 закрепляем навешиваем поднимаем огонь на первую петлю переводим в переднее нерабочее положение так как следующая шишка нам нужна вот здесь все оставшиеся иглы переводим в переднее нерабочее положение рабочее не должна быть вот в этом месте и аккуратненько провязываем что же следующая шишка в этом месте опускаем огоньницу опускаем ее ровно для того чтобы было удобно работать под две протяжки подводим первая начинаем провязывание 3 пятая и седьмая я говорю 1 3 5 7 потому что накиды тоже считаются за петлю поднимаем петлю провязали все вместе подняли петлю и тут же все эти иглы в переднее нерабочее положение игольницу подняли вернули каретку и ввели в рабочее положение одну иглу верхней игольницы рядом шишкой две нижние и опять одну иглу от двух лицевых петель провязали ряд опустили игольницу и провязали 1 3 5 и 7 провяжите все петли шишки в один прием навесьте на соседнюю иглу подтяните рабочую нить выдвиньте иглу в переднее положение поднимите игольницу и каретку слева направо последующие петли снова часть провязали игольницу опустили и так далее до конца ряда вяжите резинку шишками выполняя шишки по раппорту которые установили сами их может быть один ряд их может быть 23 ряда на вашу резинку столько сколько вам это нужно что ж резинка ну будем считать что готова я не буду сейчас выполнять уже полную резинку вот так она выглядит если вы будете повторять шишки с периодичностью например как у меня видео на спицах смотри по ссылке у вас получится точно такая же резинка но связанные на машине